Если у вас не получилось приобрести или вырастить рассаду многолетних цветов для своего сада, не расстраивайтесь. Многие из них еще можно посеять семенами даже в июле, причем сразу в открытый грунт. Поддерживая необходимую влажность и притеняя посадку от солнца, например белым агроволокном, молодые всходы примутся активно расти. К осени это уже будут окрепшие растения, которые в следующем сезоне обязательно порадуют вас цветением. А в садах с мягким климатом некоторые цветы способны зацвести даже осенью. Сразу же в сад можно посеять яркую и неприхотливую гвоздику турецкую. Этот травянистый многолетник очень красочно и обильно цветет в июне и июле. Некоторые сорта при обрезке отсветших соцветий зацветают повторно. Соцветия составляют в диаметре 10-12 см. Они могут быть розовыми, белыми, красными, темно-бордовыми или пестро окрашенными. Цветочки бывают простой и махровой формы. Многие садоводы очень любят гвоздику за ее непритязательность к уходу, холодостойкость и засухоустойчивость. Ее часто высаживают в альпинариях, в клумбах и цветниках, а также по краю садовых дорожек. Гвоздик они любят частого переувлажнения. Она спокойно переносит жару и засуху. Предпочитают хорошо дренированные солнечные участки. Семена необходимо высевать в рыхлый влажный грунт, предварительно очищенный от сорняков и их корней. Посевы надо обязательно прикрыть от палящего солнца. Для этой цели используйте тонкое белое акроволокно. Также важно поддерживать влажность почвы и своевременно удалять проросшие сорняки, иначе они заглушат нежные всходы. Для посева лучше выбрать место в небольшом притенении, а подросшие растения рассадить на постоянное место только весной следующего года. Летом также можно посеять абриету. Ее часто используют в ландшафтном дизайне, как красивый многолетний почвопокровник. Из абриеты получаются эффектные яркие цветовые пятна в саду. С помощью абриеты можно создать неповторимой красоты и яркости живые ковровые покрытия высотой до 15 сантиметров розового, сиреневого, голубого и сине-фиолетового цвета. Ее также оформляют садовые дорожки, подпорные стенки и альпинарии. Цветет абриета обильно с конца апреля по июнь, после чего ее следует подстричь, поддерживая тем самым аккуратный внешний вид. Абриету можно также посеять семенами в июле в открытый, влажный и обязательно рыхлый грунт. А крепшие молодые растения порадуют вас цветением уже следующей весной. Обратите внимание на такой неприхотливый многолетник, как ширококолокольчик или платикодон. Это одно из немногих обильно и ярко цветущих растений, которые декоративно выглядят весь сезон. Цветет платикодон почти все лето довольно крупными цветками. Они могут иметь разные расцветки – белую, голубую, розовую, сиреневую и даже сине-фиолетовую. Есть очень красивые сорта с полумахровыми цветами, а также высокорослые и совсем карликовые. Колокольчики неплохо стоят с резки и отлично подходят для составления летних букетов. Этот многолетник гармонично сочетается со многими яркими садовыми цветами. Чтобы посадить его семенами у себя в саду платикодон не поздно посеет даже в июне-июле, рассыпая семена по поверхности влажной, рыхлой почвы с добавлением песка. Мелкие семена ширококолокольчика не заглубляют. При таком способе размножения колокольчики зацветут уже на следующий год. Любителям неприхотливых цветов можно посоветовать посеять в открытый грунт даже в июле яркую энотеру. За ее способность хорошо разрастаться энотеру многие считают довольно агрессивным цветком. Но эту проблему можно решить, если высаживать растение под прочный ограничитель, который вкапывается в почву. Энотера хороша тем, что станет расти даже на тенистых участках. Она не требует частого полива и особого ухода. Этот цветок также приятно пахнет. Настоящим украшением в вашем саду могут стать эффектные высокие соцветия, шток розы или мальвы. Чтобы вырастить эти цветы, их семена можно посеять на своем садовом участке даже летом. Особо красивые махровые сорта, которые часто напоминают английские розы. Крупные цветы мальв на высоких стеблях заметны даже издалека. Эти растения уместны в любом цветнике. Они украсят задний план, вид заборов и изгородей, а также стены хозяйственных построек. Окраска соцветий бывает самой разной. Похожий многолетник по неприхотливости и яркости своих цветов – это вербаскум или по-другому коровяк. Его высокие ароматные соцветия могут быть розового, фиолетового, желто-оранжевого и белого цвета. Это симпатичное растение украсит своим цветением задний план цветника в течение всего лета. Вербаскум считается лекарственной культурой и хорошим медоносом. Своими ароматными соцветиями он привлекает на участок полезных насекомых опылителей. Украсить свой участок можно с помощью невяника или садовой ромашки. Этот неприхотливый многолетник цветет почти все лето до осенних морозов. Он отличается разнообразием сортов – низких и высокорослых, с обычными, крупными и даже махровыми цветами. Невяник великолепно смотрится в саду природного стиля. Таким же неприхотливым является мелколепестник или эригерон. Очень красиво смотрятся его цветы ромашки – розовой, сиреневой, голубой и сине-фиолетовой окраски. А любители самых ярких и непритязательных к уходу цветов могут посеять рудбекию. Однако стоит учесть, что это растение хорошо размножается самосевом. Чтобы предотвратить нежеланный самосев по всему участку, отсветшие соцветия, то есть семенные головки рудбекии, необходимо вовремя обрезать. В тенистом цветнике будет красиво цвести аквилегия. Этот не требующий ухода многолетник можно посеять семенами сразу в открытый грунт. Аквилегия привлекает внимание не только необыкновенными по форме и окраске цветами, но и своей декоративной листвой. Таким же способом можно посадить на перстянку. Высокие соцветия на перстянке всегда выигрышно смотрятся в любом месте сада и на любой клумбе. Ее удлиненные колокольчатые цветы отлично гармонируют со многими многолетниками и декоративными растениями. Они также хороши сами по себе. Но стоит учесть, что на перстянка ядовитая, и ее нежелательно высаживать, если ваш сад посещают маленькие дети. Летом еще можно посеять яркую виолу и маргаритки. Хотя многие садоводы из-за их самосева считают эти цветы красивыми агрессорами. Семена мелкие, поэтому при посеве их в почву не заглубляют, а лишь слегка присыпают песком. Вместо посевов хорошо увлажните и прикройте агроволокном. Летние сеянцы цветов отличаются своим быстрым развитием. Однако цветения, посеянные летом виолы и маргариток, вы увидите следующей весной. Виола хорошо цветет даже в притененных местах. Маргаритки любят солнце, поэтому для обильного цветения им лучше отвести открытый солнцу участок. Все эти неприхотливые растения можно смело порекомендовать даже новичкам в садоводстве и для создания малоуходных цветников. Я также буду всем благодарна, кто поделится своими вариантами красивых цветов, которые можно посеять даже летом. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы вы не пропускали выход новых роликов. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на канале Добрый сад! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова